Друзья, такого вы еще не видели. Самый масштабный кулинарный проект. Друзья, добро пожаловать на зону Лазерсона. Вот такой был необычный анонс нового кулинарного шоу. Обязательно его смотрите. А я сейчас вам буду втирать за лисички. Лисички. Ну что может быть лучше лисичек? Лисички в сметане с картофанчиком. Значит, картошка. Я тоже варю картошку для лисичек необычно. Посмотрите как. Я включаю нагрев, наливаю кипяток сразу, чтобы было у меня быстрее. Необычность в том, что я буду давать в воду много соли. Я дам 2 столовые ложки соли. Картошечка будет в самый шик. Вот посмотрите, 1 столовая ложка, 2 столовая ложка. Вот у меня картошки. Ну, мне на одну порцию сделают, да, вот картошечки. Все. Она нехай себе варится. Более того, в дико соленой воде там температура кипения, воды выше. Картошка варится быстрее. И она будет вкуснее. Потому что я буду подавать ее тоже в мундире. Но вы все увидите. Лисички начинаются с лука. Посмотрите, вот у меня лисички, да, они у меня промыты. Я их заливаю холодной водой, они плавают. И всякая фигня падает вниз, либо идет в сторону. Смотрите, как лисички доводить до одинакового размера. Потому что, знаете, одна лисичка большая, другая лисичка маленькая. Вот смотрите, видите, большая лисичка. И она, их просто можно вот так, видите, рвать руками, начиная со шляпки. Вот я большие лисички сейчас вот так вот разорву. А маленькие лисички останутся как есть. Значит, вот лисички начинаются с лисичек, но лисички начинаются еще и с лука. Все, здесь мне достаточно. Я возвращаю их назад. На полотенце они, как вы понимаете, обсыхают. Значит, вот растительное масло. Чуть вперед засылаю лук. Вот, это лучок засылается. Сковородка хорошо разогревается, но все равно лисички всегда немножко текут по первости. Но это неизбежная история. Еще немного лука хочу. И теперь пошли лисички. Вот смотрите, прямо с полотенца. И вот сейчас они будут жариться, а картошечка у меня варится. Картошку я сейчас накрою крышкой, пусть она варится под крышкой. Кстати говоря, я очень своеобразно подаю лисички с картошкой. Вы тоже увидите как. Поэтому я вам не рекомендую сейчас выключаться. А смотрите дальше, хуже вам от этого не будет. Глубокая сковородка, видите, такая, она напоминает вог. Но я называю это сковородкой. Все будет происходить в одном флаконе. Лисички в сметане, да? Вот идет жарко. Значит, я, смотрите, буквально ползубчика чеснока. Вот совсем чуть-чуть следы чеснока дам уже сейчас. Меленько нарубил я его. Вот так. Вот видите, немножко лисички подтекают, идет сок. Я на этом этапе могу увеличить нагрев, чтобы выпарить его, да? Чтобы они так уж много жидкости не отдавали. Вот сейчас выделившийся сок немножко уже испаряется. Вот лисички уже перемешаны с луком хорошо. Картошка, картошка булькает. Кусочек масла уже могу дать. Кусочек сливочного маслица пойдет к лисичкам. Вот так. И, ребятки, вот на этом этапе буквально следы тимьяна. Совсем чуть-чуть, чтобы чуть подкрасить лисички. Вот это тимьянчик был. Ну, сухой молотый тимьян. Вот это все. Соль пока не даю. У меня и так, видите, пока здесь еще влага есть. Я чуть-чуть попозже дам соль. С ней можно не спешить. Это совершенно не критично, да, соль. Главное, не забыть посолить. Ну, сравнительно быстрое блюдо. Здесь, в общем-то, лисички готовятся определенно быстрее, чем варится картошка. Ну, сколько варится картошка? Ну, 20 минут варится картошка средняя, да? Моя будет вариться быстрее, потому что соленая вода. Ну, вот теперь я уже могу посолить. И здесь никакой соус не готовится отдельно. Здесь все будет происходить прямо в этой самой глубокой сковородке. Лисички тоже, знаете, ну, не готовят еще долго, чтобы они не стали такими дряблыми, потому что хорошо, когда они немножко сохраняют, знаете ли, такую свою упругость. Вот лисички неплохо уже прихвачены. Видите, жидкости уже, посмотрите, нету. Теперь уже будет такая явная, немного явной жарки. Маслица два вида есть, и растительная, и сливочная, да, уже хорошо. И вот теперь можно начинать создание соуса. Значит, вот этого сметанного соуса, в котором будут лисички. Сейчас я присыплю мукой. Это простенький способ. Вот сухая ложка создать соус однородный, потому что без муки сметана будет отслаиваться вот здесь. Поэтому надо стабилизировать немножко мукой. Вот, посмотрите, я присыпаю мукой. Заодно мука сейчас обжарится, и из нее, так сказать, исчезнет вот этот вот вкус и аромат сырой муки. Вот, то есть мука обжаривается прямо на лисичках сейчас вместе с ними. И теперь сюда поступает сметана. Вот, видите, как лисички шкварчат в сметане. Собственно, сейчас я чуть-чуть их еще помедленнее погрею, чтобы здесь все поженилось. Попробую на соль. Мне это важно сейчас. Потихонечку булькает. Собственно, они уже готовы. Сейчас я буду ждать только картошку, а лисички будут потихонечку, вот так вот у меня здесь, просто поддерживать температуру. Они дряблыми уже не будут, они уже схвачены соусом. В сметане есть кислинка, которая не даст лисичкам разваливаться. Вот, ребята, 25 минут прошло. Сейчас я опять немножко взбодрю лисички. Картошка определенно готова. Немножко зеленого лука сейчас рубану, чтобы посыпать готовое блюдо. И вот смотрите, как я подаю. У меня своеобразная подача. Вот смотрите, картошка. Сейчас я ее вынимаю. Она отбулькивается. Вот тарелка. Я три картошки и подам. Одна. У них корочка соленая. Вот в этом есть кайф. Посмотрите, вот сейчас она, картошка высыхает, да? И такая вот немножко соляной налет будет. Вот это очень здорово. И смотрите, что я делаю с картошкой. Я беру ее, да, и вот так вот через шумовку. Видите, что я делаю с ней? Вот так расплющиваю. Вот она какая. И немножко сейчас ложкой, обычно, да, чуть-чуть, приоткрываю вот здесь кожицу, потому что туда будет попадать в нее как раз вот эта вот жижа, соус от лисичек. И вот так смачно сейчас беру вот так ложку, да, и вот так вот лисички поверх картофана. И немножко сейчас проникнет соус в мякоть картошки, и будет то, что надо. Да, я вот так люблю еще кое-какие вещи подавать вот именно на такой картошке. Вот это, я считаю, хороший такой кондовый простой способ подачи вкусной человеческой еды. И посыпаю, и вот моя картошечка с лисичками готова. Ну, всегда говорю о том, что человек, который любит готовить, должен отражать сезонность еды. Лисички сейчас в сезоне, ну, а когда их нет, все то же самое можно сделать с шампиньонами, потому что они есть круглый год, либо с вешенками, между прочим. Друзья, зона лазерсона с вами, лисички пусть всегда будут с вами, картошка пусть всегда у вас будет в достатке. До встречи на этой кухне. Субтитры сделал DimaTorzok